У Житковицком районе завершается будовництво самого великого на Гомельшине молочно-товарного комплекса. Он различный на утромание маль двух с половой тысяч голов до иного статка. И это не один адрознение от других объектов такого призначения. Сегодня рабочую нараду тут провел старшиня облвыконка Магинац Соловей. Наши корреспонденты ведают, об чем шла размова. Это, правда, уникальный живел агодочный комплекс. И не только своими померами. Размова идея шеи об суперсучастных технологиях, які будуть тут використоваться. Это белорусско-итальянский проект. Усю обсталявание поставлено нашими партнерами. Сярод незвычайных, подлоги с подогревом у сараях, где будут находиться селяты, и в доильных залах. Подогревать будуть и усеби с выключения паилки. А прощатого, смонтированное обсталявание, дозволяя створить для живелцы правды комфортные умовы. Это нельзя назвать климат-контроль. Это, можно сказать, микроклимат создается для животных. Здесь будут работать вентиляционные оборудования в спарке с ветрозащитными шторами, что создает, опять же, свой микроклимат, благоприятный для животных. На объекте старшиня облвыканками бывает часто. Ход будовництва комплексу на его особистом контроле. Задача рабочей нарады – звернуть увагу на моменты, які приняты лишить дробязями. Алия не могут у значной ступени стримливать ход работ. А прощатого недопрацовки сдольны оказывать негативный уплыв и на эксплуатацию живелых годовчего комплексу. Разом с тем, час на ликвидацию проблемных моментов достатково степлый. Открыть все заплановано на 15-е снежня. А на початку наступного месяца башнется набыть теплеменных живел у Дании. Гэтую краину у якости пастушчика выбрали не выпадково. Потому что Дания занимает первое место в Европе по качеству скота. Самый высокий надой в Дании. Генетика лучшая в Дании. В Дании, если не ошибаюсь, 11,5 тысяч на голову. То есть это в районе 43 литров в сутки. Уся продукция с комплексу «Дзяковичи» будет подставляться на Туровский молочный комбинат. Гэтая предприемство мая патрыбу у додатковой сыровине, причем у великих объемах. Молоко с нового комплекса дозволит повелишить объемы вытворчества и отповедно экспортные поставки. Дарыши зараз сярут краин партнеров, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Иордания и навод Япония. Строится ферма для того, чтобы обеспечить комбинат молоком. Эта ферма планирует, что будет давать примерно 60-65 тонн молока каждый день. В текущем году экспорт комбината вырос примерно на 25% в валюте к прошлому году. И в следующем году планируется дальнейший рост экспорта комбината.